добрый день мои подписчики и гости моего канала сегодня я представляю вам мастер-класс по вязанию резинки для волос вот такой вот резиночку для волос мы сегодня будем с вами вязать для ее вязания мне понадобилась резинка нитки мерсеризированный хлопок стопроцентный 50 граммов 240 метров и крючок полтора миллиметра и ножницы для начала мы набираем с вами цепочку из 16 воздушных петель набирайте цепочку удобным для вас способом 1 2 3 4 набрали цепочку отсчитываем от крючка 3 петельки 1 на крючке вот петельку мы не считаем отсчитываем 3 по цепочке вот раз два три в четвертую петельку мы вставляем крючок и провязываем 1 столбик с одним накидом провязали 2 воздушные петли опять накид на крючок отсчитываем по цепочке 2 петельки в третью вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом 2 воздушные петли опять накид на крючок по цепочке пропускаем 2 петельки в третью вставляем крючок и в эту петельку мы провязываем 2 столбика с одним накидом 1 2 2 воздушные петли опять отсчитываем по цепочке 2 2 петельки в третью вставляем крючок провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли накид на крючок отсчитываем 2 петельки по цепочке у нас получается последняя петелька в последнюю мы вставляем крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом провязали так у нас получается далее 3 воздушные петли как 3 это как столбик с одним накидом будет и провязываем еще пять столбиков с одним накидом под первый столбик вот у нас первый столбик с одним накидом вот в ряду он у нас получается последний мы вот переворачиваем вот так вверхом и вот под этот столбик мы провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 5 и 6 провязали вернее всего 56 всего 6 получилось у нас вместе с тремя петлями подъема вот смотрите вот 3 петли подъема и 5 столбиков с одним накидом всего 6 столбиков провязали теперь вот у нас второй столбик мы же 2 вязали столбика с одним накидом из одной петельки вот теперь под этот столбик мы вот переворачиваем вязание как бы вверх ногами и вот под этот столбик мы тоже провязываем 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 провязали вот так теперь мы как бы переворачиваем на изнанку вот смотрите переворачиваем на изнанку вот перевернули наизнанку там расправили вот с лицевой стороны у нас получается вот так а мы на изнанку и вот здесь вот у нас столбик с одним накидом и вот сейчас мы провязываем столбик без накида в основании вот этого в петельку столбика с одним накидом в цепочке который мы провязали вот с изнаночной стороны вот смотрите мы держим последнюю петельку на крючке и с изнаночной стороны заводим крючок под петельку над столбиком с одним накидом вот под петельку заходим провязываем столбик без накида вот вот все это с изнаночной стороны далее опять переворачиваем на лицо вот у нас была изнанка мы провязали переворачиваем на лицо переворачиваем вот так нам так будет удобнее пропускаем вот этот столбик с одним накидом над которым мы сейчас провязали столбик без накида дальше у нас идут два столбика с одним накидом из одной петельки вот вот основание первого столбика мы будем сейчас провязывать столбики с одним накидом 6 столбиков 1 2 3 4 5 и 6 провязали переворачиваем так чтобы нам было удобно под вторым теперь столбиком провязать 6 столбиков с одним накидом тоже за основание провязываем 6 столбиков 2 3 4 5 6 провязали теперь мы это все вот расправляем вот это у нас лицо переворачиваем на изнанку столбик вот без с одним накидом у нас идет вот два столбика мы провязали а дальше чтобы с одним накидом с изнаночной стороны заводим крючок провязываем столбик без накида провязали я делаю накид на крючок переворачиваем вот изнанка а мы вот так переворачиваем дальше у нас опять вот последние то есть остались два столбика то есть в начале рядом мы вязали четвертый столбик в четвертую петельку у нас получился как бы 3 воздушные петли подъема получились и потом столбик с одним накидом мы вязали вот сначала мы за основание столбика с одним накидом провязываем опять 6 столбиков с одним накидом 2 3 3 3 4 5 6 провязали накид на крючок поворачиваем вот у нас цепочка осталось вот ее прям видно цепочка мы под нее тоже провязываем 6 столбиков с одним накидом 2 3 3 4 4 5 6 провязали все мы этот ряд довязали вот такой узор у нас получается дальше 2 воздушные петли накид на крючок и вот под вот в эту дырочку вот между петельками мы провязываем 2 столбика с одним накидом 2 столбика дальше 2 воздушные петли опять накид на крючок и теперь вот здесь вот между вот этими веерами у нас вот есть вот такая вот петелька вот она между веерами вот ее вот так если видно вот она вот за нее ниточку хватает ее подхватываем и дальше туда в следующую петельку вот как на цепочке как вот у столбика там дальше идет вот ее подхватываем и дальше дальше вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом дальше 2 воздушные петли опять накид на крючок и опять вот вот в дырочку между веера веером вот как между листочками вот этими вот в эту дырочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом 2 2 воздушные петли опять накид на крючок сейчас фокус поймаем и опять вот сюда между веерами вот эту ниточку подхватываем и дальше протопить крючок и провязываем столбик с одним накидом 2 воздушные петли и последние два столбика с одним накидом в дырочку между веерами вот 1 2 у нас получилось как бы основание доз для следующих веерочков также как и в первом ряду делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 накид на крючок и вот под первый столбик за основание первого столбика провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 вместе с петлями подъема получилось 6 столбиков 5 накид на крючок следующий столбик переворачиваем и под следующий столбик который у нас рядом находится провязываем еще 6 столбиков с одним накидом 1 чуть пятерку поменьше 1 2 3 3 4 4 5 6 провязали опять вот переворачиваем на изнанку столбик следующий у нас идет столбик с одним накидом и вот под петельку над ним с изнаночной стороны заводим крючок провязываем столбик без накида опять накид на крючок поворачиваем на лицо и вот два столбика у нас дальше идут вместе из одной петельки и опять под первый столбик провязываем 6 столбиков с одним накидом 2 2 6 опять накид на крючок переворачиваем второй столбик у нас остался вот он под него тоже за его основание тоже провязываем 6 столбиков с одним накидом 1 2 2 3 4 5 6 провязали расправляем на изнанку с изнаночной стороны вводим крючок в петельку над столбиком с одним накидом провязываем столбик без накида накид на крючок переворачиваем на лицо у нас остались последние два столбика вот они 1 2 вот под 1 столбик провязываем 6 столбиков с одним накидом под основание 2 3 2 4 6 провязали опять переворачиваем вот он у нас последний столбик не перепутайте вот 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 он у нас последний столбик под него также провязываем 6 столбиков с одним накидом все второй ряд мы довязали точно также вяжем третий ряд сначала делаем основу начинаем с двух воздушных петель дальше накид на крючок в дырочку провязываем 2 столбика с одним накидом 2 воздушные петли далее опять накид на крючок в между веерами вот эту ниточку подцепляем и дальше в петерку дальше вот видно сюда провязываем столбик с одним накидом опять 2 2 воздушные петли накид на крючок в дырочку два столбика с одним накидом 2 воздушные петли опять между веерами вот так хорошо складываем эту ниточку подцепляем и в основании крючок вводим провязываем столбик без накида ой столбик с одним накидом извините две воздушные петли опять накид на крючок и последнее в последнюю дырочку провязываем 2 столбика с одним накидом далее 3 воздушные петли и 5 столбиков под первый столбик под основание первого столбика 1 2 345 вместе с петлями подъема получилось 6 накид на крючок переворачиваем вот второй столбик вот под него тоже 6 столбиков то есть все тоже как в первом во втором ряду провязываем самостоятельно и последний ряд вот довязали мой вот третий ряд наших вот этих вот веерочков вот так получается теперь последний ряд накид на крючок и в дырочку вот в эту мы провязываем столбик с одним накидом опять накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом между веерами как предыдущих в рядах провязали опять накид на столбик с одним накидом опять в дырочку накид на крючок столбик с одним накидом между веерами накид на крючок и последний столбик с одним накидом дырочку провязали и далее соединительный столбик делаем вот вот под эту цепочку под первую под нее соединительный столбик все ниточку обрезаем закрепляем все немножко на изнанку и и такой вот одна половинка у нас получается нужно связать еще одну такую же половинку вяжем самостоятельно вторую половинку я довязала вторую половинку вот у меня теперь две половинки вот вторую половинку я ниточку не обрет не обрезаю к ним подкладываю вторую первую по им который мы связали и вот эти вот как центральные петли нам нужно будет соединить вот примерно сейчас сложить раз два три 4 5 примерно 6 петелек нужно будет нам с вами соединить сейчас петельку вот на крючке осталось сюда у меня вот по тела петельку протягиваю через петельку на нашей половинки далее вставляя крючок во второй петельку и вторую петельку второй половинки захватываю провязываю сделаю соединительный столбик далее опять петелька отсюда петелька с другой половинки соединительный столбик следующую соединяем соединительный столбик еще одну соединительный столбик и последнюю соединяем все соединительный столбик ниточку теперь можно обрезать закрепить затянуть и наизнанку и и вытащить такой бантик у нас получается но вот это вот шовчик у нас не очень красиво поэтому мы будем делать вот такую перемычку и по нее еще резиночку прятать ниточки все прячем эти ниточки можно завязать чтобы не распустились и спрятать эту ниточку тоже прячем резинку мы можем обвязать можем не обвязать от кому как нравится но сначала сначала мы обвяжем резинку и раз уж у меня белое обвязанное я и розовое обвяжу а вы как хотите можете обвязывать можете не обвязывать принципе если не обвязывать тоже красивый будет ничего страшно просто у белый к белому бантику коричневые мне не очень понравилось я ее поэтому от обвязала обвязываем резинку вот так делаем столбик и обязываем ее столбиками без накида чем больше тем лучше чтобы не не очень просвечивал я обвязала резинку все делаю соединительный столбик вот в первую петельку все резиночку мы довязали можно не обрезать а сразу чтобы она лучше держалась можно немножко ее пришить вот как бы к самому бантику ну а потом еще закрепить планочкой просто крючком как-то так вот с этой стороны ничего не будет видно потому что тут еще планочкой закроется это можно и насквозь немножко но вот так закрепить и ниточку завязать еще разок резиночку закрепили теперь вот планочку набираем цепочку из воздушных петель 2 3 4 5 6 7 8 9 10 вот здесь набрали померили хватит вам нет что вот она здесь соединился не хватает можно еще немножко 10 11 12 13 14 14 мне хватит делаю еще 15 петельку чтоб как петля подъема и провязываю всю цепочку столбиками без накида довязала всю цепочку сейчас будем соединять теперь лучше ниточку обрезать немножко подлиннее оставить тоже чтобы зашить чтобы ее соединить эту планочку натягиваем планочку сзади теперь ее сшиваем между собой эту планочку можно крючком сшить также можно сшить иголочкой кому как удобнее все ниточки спрятали обрезали лишнее все резиночку мы закрепили и за сам бантик и за планочку и из планочку сошили и закрепили к резиночке теперь она уже точно когда вы будете на волосы хвостик делать ребенку но уже никуда не денется не вырвется такой вот такая вот резиночка получилось надеюсь вам понравились мои изделия и мастер-класс не был для вас слишком тяжелым если что-то непонятно пишите в комментариях а я прощаюсь с вами до новых встреч до новых встреч